Здравствуйте, в эфире повестка дня и я ее ведущая Наталья Бабенко. Вторичный рынок недвижимости исторического центра Петербурга теряет позиции. Подробности в сегодняшнем выпуске. На рынке жилья исторического центра Петербурга образовалось явно выраженное затоваривание. Спрос на квартиры падает, в то время как в листингах появляется все больше новых предложений о продаже. Причем огромное предложение именно больших по площади квартир в совершенно разном состоянии. Это могут быть и квартиры с хорошей отделкой в статусных домах, это могут быть квартиры, расселенные, даже не расселенные, коммунальные квартиры, которые сейчас стоят в продаже, они стоят годами, если раньше они стояли месяцами и кварталами, то сейчас они стоят годами. По словам Сергея Бабашова, число выставляемых на продажу объектов только растет. Так, сегодня своих покупателей ждет более двух тысяч квартир по цене в 10 миллионов рублей выше. Те, кто хотел жить в центре города, уже приобрели жилье. Более того, некоторые из таких покупателей уже пытаются избавиться от квартир в старом фонде и все чаще обращают внимание на новые комфортные дома. Эти дома обладают совершенно иной инфраструктурой, эти дома обладают совершенно иным качеством жизни, эти дома, там есть паркинги, есть совершенно огороженная территория и так далее, и так далее. Этого всего старый фонд на данный момент предоставить не может. Риэлторы подтверждают, что эта тенденция с каждым годом усугубляется. Директор компании «Адвекс Петроградский» Юрий Воробьев говорит, что спрос на старый фонд исторического центра начал снижаться еще в 2008 году. Юрий Воробьев отмечает парадоксальность ситуации. Практически во всех городах с историей жилье в центральной части ценится гораздо выше, чем на периферии. Однако жить в петербургском старом фонде зачастую сомнительное удовольствие. Центр города и так во всем мире, он всегда стоит дороже и ценится гораздо выше. Другое дело, что он находится у нас в состоянии между плохим и ужасающим. Когда ситуация выправится, эксперты затрудняются ответить. Все упирается в приведение жилого фонда исторического центра в нормальное состояние, на что требуются немалые средства. Стоит учитывать еще и тот факт, что собственники квартир должны ремонтировать дома за свой счет. Соответствующий закон был подписан еще в конце прошлого года. По мнению Сергея Бабашова, положительную роль здесь может сыграть программа реновации исторического центра. Однако, эта программа пока вызывает много вопросов. Ряд из них депутаты петербургского парламента задали губернатору. О каких домах будет идти речь? По каким основаниям будут переселять людей? Что это за изменения в федеральное законодательство планируется подготовить? Будет ли общественность и депутаты законодательного собрания уже наконец в этом участвовать? Почему упор делается именно на комплексный капремонт с полным выселением граждан, а не на иные технологии, которые существуют и в европейских самогородах, они многократно уже применялись? Пока риэлторы не отмечают какого-либо всплеска продаж квартир в связи с появлением программы реновации центра. В моей практике такие клиенты не появлялись, которые панически бежали бы и хотели что-то срочно продать. Но как люди могут повально бросать свой уклад жизни? Только потому, что существует определенный слух какой-то, что где-то что-то будут... Я опять выражаюсь таким сплетническим языком, где-то что-то почему-то. Напомним, в Петербурге в 2013-2018 годах планируется построить около 286 тысяч квадратных метров жилья для расселения горожан в рамках реновации двух пилотных территорий – Конюшина и Северная Коломна, Новая Голландия. Половина построенного жилья будет предоставлена для расселения коммунальных квартир. Половина будет использована как маневренный фонд для временного проживания горожан на время ремонта жилых домов. Строительство начнется не ранее 2014 года. Вы смотрели «Повестку дня». С вами была Наталья Бабенко.